Сулевана выскочила на ноге вот такая вот шишка. Она не болит, ничего. Это она уже, наверное... Не знаю, сейчас она вроде поменьше выглядит. Когда он стоит, она побольше выглядит. Вот, какая-то шишка выскочила, я не знаю. Нитрюкен. И вот я хотела спросить, если, может быть, у кого-то сталкивался с такой проблемой. Слава посмотрела в интернете, и там стояло, что это, ну, как сказать, на немецкий цюста, киста или как. Она у него не болит, он никогда не жаловался. Я случайно увидала ее, вот случайно совсем. И вот не знаю, я читала, что она может рассосаться, что 2-3 недели наблюдать, и она это самое может рассосаться. А я не знаю, сколько она у него уже вообще. Я ее заметила, вот чисто случайно вот так вот лежал. И я смотрю, думаю, блин, что это такое? Я смотрю, потрогала. Она мягкая, но такая упругая. Ну, не сильно мягкая прям. И не болит ничего, ничего не жалуется, ничего. Вот если кто-то знает точно, что это такое, или сталкивался, может, с таким, буду рада, если напишите. Спасибо заранее. Скажи привет. 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 Мы сейчас вышли немножко, Слава, опять погулять. Сколько у нас, наверное, полберятого вечера? Вчера замуж, или мы один день вдвоем идем, один день замуж с нами идет? Ой, тебя не видно? Не ладно? Подожди, ничего не ладно, лучше бы ты лежал. Лежит ты? Не, ну это такой, который привязывается. А может, его как-нибудь в штаны вставить? Что, машина в зале едет? Не, у меня нет. Ну, прохладненько стало. Ну, хорошо стало. Мы сегодня ездили в аэропорт, видео уже вышло. Я поэтому решила еще сделать видео за Леона ногу, попросить вас. Ну, короче, поняли. Я уже сняла. Че? Че ты спускаешься? Че ты меня вниз опускаешь? Чтоб тебя видно было. Че это кого? Ну, так ходить неудобно. Слава вам. Короче, поэтому я взяла с собой сейчас камеру погулять, а то это минутное видео выйдет и... Тянуто автоматически. А ты меня наверх тяни. Буду вот так кончить. Короче. Вот мы просто гуляем. Гуляем, и я хотела сказать, что завтра будет трансляция. 16 часов по нашему времени, 17 часов по Москве и 19 часов по Оренбургу. О, кто-то справляет. Люди гуляют в субботу. Вечеринка у кого-то. Ну, правда мне лучше? Вот так немцы справляют, слышите? Орут, пиво пьют, кричат. Ну, прямо не всегда так. Иногда хуже, иногда лучше. Короче, у меня сегодня целый день голова болит. Целый день. И мы вот ездили сначала с утра. Вот, это то, что тоже еще в видео не вошло. Не записалось, когда мы были в этом аэропорту. Мы с Лавой тоже шли в машине и разговаривали. Мы сегодня с утра убирались. Сегодня первый раз. Всей семьей. Это редко бывает у нас. Обычно все занятые. Я убираюсь на Слава в огороде. А сегодня у нас получилось, что мы все вместе. Слава, кухню и лестницу наверх пропылесосил. Ну, кухню убрал. Машинку, посуду. Все-все-все. Почти все. 90%. Я в основном все остальное. И дети. Нет, я имею в виду, кухню. Ты 90%, а я 10%. Да, остальное все я, все остальные комнаты. Дети свои комнаты убрали. И внизу тоже в зале. Все-все-все, что раскидано было. Они все прибрали. Приучаем их тоже. Даже Люис своими поломанными ручками. Тоже кое-что, что мог, тоже брал, убрал. Вот так приятно было. Поэтому мы им наградили. Поехали с ними в Макдональдс. И в этот, в аэропорт. Вот забывай это слово, хоть потресни. В аэропорт поехали. Правда, не удалось нам пойти на эту смотровую площадку. Там из-за этого свадьба или что там было. Они там все накрывали. Говорят, сегодня, говорит, только до трех. А мы были уже в четыре там. Вот так мы сегодня день провели. Потом приехали, устали. Вот вроде ничего такого не делали. Ну как, проездили и так недалеко ехали. Но я лично ужасно устала. Еще такая жара, духота была. И мы домой приехали. И пошел, пошла гроза. Прям сильно, сильно. Сейчас вон небо голубое. Чуть-чуть тучки. Все помыть. Да. Чистый тучки. И мы это. И вот после дождя я обожаю ходить гулять. Вот вроде сил нет. Я вырубилась, видео монтировала. Поставила загружать. Прослушала его. И пока оно там загружалось, я уснула. Так хорошо поспала. Но проснула все равно с головной болью. И вот сказала, сейчас давай пройдемся. Или я тебе сказала. Может голова, говорю, пройдет. И вроде правда проходит сейчас. Я не таблетки, ничего не взяла. Специально думаю, посмотри сначала. Арбузом меня накормил. Я всю ночь буду бегать в туалет. Ты уснула вечером. Немножко поспала. А вечером всегда головная боль. Так у меня сегодня целый день же болит, я же тебе говорю. Ну а сейчас прогуляемся и все. Да. Надеюсь. Если нет, придется нурофен взять. Дом архитектора мне нравится. Да, смотрите как сделано. Нет, отсюда не видно все равно. Ну видно все равно. А так, тут архитектор живет. Сразу видно и огород такой другой. И сад он. Вот сад. Вот такие дела. Ой, что-то мне теперь еще дальше захотелось идти. Они говорят, что много здесь работают, все-таки прочее. Может они дом захотят продавать? Попросим, может подарить? Ну да, Слава все время как проходит, говорит, давай попросим, может они нам подарить? Скажем, хватит вам тут жить. Вон тут выглядит и так. Не видно, блядь. Нет, там ничего нет. Так что, вот такие дела. Большой участок. Сейчас, да. Идем. Вот в этом доме Люиса друг живет. Мы обычно наоборот в ту сторону идем, а сейчас на другую сторону. У меня волосы. Надо сейчас в душ еще идти. Выгляжу никак. Поэтому я хотела, чтобы тебя лучше больше видно было. А что меня? Меня не подстригали последний раз. У меня на голове одуванчик. Тетя тогда, когда приехала к маме, мы были все дети, и я. Славы не было. Славы я подстригу. Но перед отпуском уже. Летом надо покороче. А что там встреча? У меня сейчас машинка же есть хорошая. Ну да. А венчателевую. И вперед. Ладно, уговоришь. Здесь 10 минут. Нет, вот потому что это так просто, поэтому и не делается. Но этого откладывается на потом. Вот это новый дом у нас построился. Где он? Как он? А. Он тот. Не буду. Ты же показывай. Ну да. Они сейчас уже забор поставили. Красивую террасу сделали. Не видно сейчас. Ладно. Будем теперь точно заканчивать. Такое коротенькое видео будет. Я в основном из-за Левана, чтобы спросить. Кто-то с этим сталкивался, нет. И насчет завтрашней трансляции. Завтра воскресенье 23 июля. Папин день рождения был бы. И 16 в Германии время. По германскому времени. По московскому 17. По оренбургскому 19. Где ты это читал? Ну, Галя пишет мне всегда, что у них сколько времени. У них три часа разница. Два с Москвой. А у нас час с Москвой. Всем пока. Надеюсь, что завтра увижу многих. С трансляцией. Или увидим. Ты будешь, пообещай, на камеру? Будешь со мной или нет? Нет. Мне нужна тема интересная. Посмотрим. Тогда посмотрим. Если будет тема интересная, я его позову. Да, пусть у вас будет девичник. Нет, если что, я тебя позову. Ты будь на подхвате, да? Ладно. Всем пока. Нам спокойной ночи. Ну, у нас еще не ночь, но уже сколько? 9 часов. О, еще не охота погулять. Тебе нет? Ну, что, еще один круг? Такой же? Да, ну, одну и ту же не охота гулять. Ну, пойдем вот так. Дети там интересные по телевизору смотрят, что-то там. Какая-то игра, не игра, не знаю, что называется. Ой, не знаю, что-то я устала, а не охота заходить. Такое воздух хорошее, небо такое чистое. Огород? В террасе посидим. Там комары будет сейчас. Ладно. Всем пока-пока и надеюсь до завтра. Пока. Прощайся, скажи. Пока-пока. До свидания. До встречи. Пока. До следующих. До какой? До завтрашних. До завтрашних встреч. Давай, пока. Давай, пока, говорю. До завтрашних встреч. 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 До завтрашних встреч.